здравствуйте дорогие телезрители мои любимые афонтовцы я вас просто обожаю конечно мои ютюбовцы глава садовая я стою около куста розы почему осенью розы да я хочу вам показать что такое групповая посадка и как выглядит вот розы и чайно-гибридные и вот это парковая роза как они выглядят вот сейчас когда так не хватает до уже такого я не знаю изыска что ли ведь роза это не просто флокс это ж не одно и то же посмотрите сколько бутонов сколько отцветших бутонов сколько расцветших бутонов и сколько начинает цвести и кто и сколько готовится к цветению вот почему групповая посадка вы знаете я считаю что если это такие вот шикарные цветы должно быть много да вообще цветов должно быть много это роза queen elizabeth это красавица которая относится ну конечно оригинаторы и продавцы они ее запихивают всегда в чайно-гибридные розы на самом деле это парковая роза из группы гранди флора поскольку она посажена была не очень удачно почему-то в горшках землю значит я это все выкопала пересадила но это был июль месяц конец она конечно пострадала но посмотрите сейчас у нее абсолютно здоровые листья нет ни одного пятнышка правда кто-то тут почикал тут несколько кусочков листа но это уже мелочи жизни у нее огромное количество бутонов и queen elizabeth она вообще не такого роста рост ее должен быть около двух метров или хотя бы в сибири метр пятьдесят так положено и хочу вам показать что сейчас осень начало сентября она не боится мороза и до минус 19 она не погибнет если ее хватанет но наша задача сейчас все сделать правильно значит розы срезать на букеты уже нельзя с конца августа забудьте про это никаких вазочек цветы которые отцветают вы можете позволить себе только убрать я это покажу убрать лепестки оставив коробочки с семенами почему коробочка семенами должна остаться вы же понимаете да что она тратит на это силы как бы меньше тратить силы на цветение но сейчас осень поэтому мы убираем только лепестки коробочка семенами ее детки как только вы оторвете эту коробочку не думая о том что произойдет вы получите сразу проблему и не одну роза естественно все живое на планете женского рода это же мамы она кормит деток она дает им ровно столько для того чтобы они созрели а все остальное укладывает в корневище на следующий год для того чтобы выжить весной а мы раз и обрезали а роза чудурочка что ли она раз и выпустила новые побеги причем у розы каждый побег если он не жирующий несет обязательно бутон а бутон это обязательно снова коробочка с семенами поэтому сейчас ничего не трогать вы можете ее подкормить но все-таки это не азотные удобрения это удобрения калийно-фосфорные то есть надо дать ей возможность заложить все в корневище для того чтобы почки на ее стеблях как можно быстрее вызрели сформировались и мы на следующий год получили уже не такой куст а здесь посажено 5 кустов один пропал осталось 4 но один пропал еще не совсем ну будем считать что пропал но ведь это куст розовый это же не одна палочка с тремя цветочками меня всегда поражает зачем вы миксуете эти кусты розовые по насадили всех цветов радуги вы даже когда подходите к своей клумбе не понимаете а что там самая красивая что оригинальная а вы посадите 5 кустов в глории деи знаете как переводится слава господу посадите и вы тогда увидите что такое розовый куст я уже сто раз говорила у вас все соседки забора просто по одной в шахматном порядке завалятся потому что это красиво это эффектно так еще раз повторяю это куст молодой при посадке розового куста глубина ее лунки определяется ее корневищем обычно это 60 сантиметров но уж сильно не напрягайтесь 40 хватит облегчу вам задачу вот туда обязательно дерновая земля это то что из травы вытрясите обязательно она самая питательная значит туда может быть очень старый перегной 3 4 года лежания туда доломитовая мука это святое костная мука это то что продается в собачьих щенячьих магазинах значит ну естественно немного суперфосфата там и азотных там ну например амафоса не помешает это на долгие годы и если вы капаете только каждый год розы и пересаживаете ну тогда в любую лунку будете делать такой же состав при посадке прививочный кулачок куда привита культура в холодных зонах географических пожалуйста опустите под землю так чтобы у вас и стволики прививок оказались на 5-7 сантиметров под землей потому что переохлаждение этого кулачка куда привита культура это шиповник переохладиться пропадет культура перегреется пропадет культура вот когда на в южных частях нашей огромной страны наступает очень жаркое лето да подгребите вы ее немножко но не дайте ей перегреться это же очень опасно вы же потеряете свои кусты есть конечно такие полу дикие формы когда они растут где попало как попало еще и цветут шикарно ну это другие розы ну что еще если собираетесь обрезать розу подождите температуры минус 5 минус 7 днем днем в течение недели что касается западных районов страны и южных вы можете и вовсе их не обрезать не парьте себе голову вы ведь их и не укрываете даже а мы-то сибиряки мы-то укрываем поэтому такие розы обычно срезаются оставляются пеньки 50 сантиметров обычно но я оставляю чуть меньше и представьте себе что вот на этих стеблях да он на этих прививка которые привиты и спрятаны под землю обычно концентрируется концентрируется большое количество почек которые просто спят но как только погибла например верхняя часть а у нас-то культура то есть под землей вот из этой культуры куст восстанавливается совершенно безболезненно и я когда обрезаю уже когда минус 5 минус 7 я просто накрываю сахарным мешком так и сахарным мешком так положила там полежки или камни или просто землей все роза укрыта ей нельзя воду зимой она погибнет сахарный мешок не пропустит воду вода скатится зато он дышит он воздух пропускает таким же образом укрываются хризантемы я укрою и гвоздику турецкую и укрою и мальвы потому что тоже обязательно иначе мы весной их не увидим но уж розы то господи боже вот листья здоровые все хорошо но я все равно рекомендую чуть чуть попозже когда уже ну температура вот видите какой день да прям лето температура упадет и вы и вы все-таки опрыскайте бордовской жидкостью сейчас жалко цветов много а чуть попозже когда она уже отцветет практически вся это опрыскивание поможет всем растениям на огороде все я закончила пока а